Александр Дмитриевич, уважаемые друзья, я искренне рад вновь приветствовать вас, как добрых близких соседей, представляющих наш одной город, Ленинград, я его по-старому называю ныне Санкт-Петербург. Ну, вы знаете, мое личное отношение, особое отношение к городу, друженику, герою, я часто сравниваю Ленинград с Беларусью, потому что в истории вообще не было таких мест, которые бы от войны потерпели, как Беларусь и Ленинград. Мы с большой теплотой относимся, Беларусь, особенно к ленинградцам, которые после войны приехали сюда и сделали очень многое для возрождения Беларуси, особенно в науке и образовании. В пользу случаем благодарю делегации Санкт-Петербурга, Ленинградской области, которые проезжали к нам в марте на открытие музея, проуроченного к 80-летней годовшине трагических событий в Хатыни. Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочие дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий клад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украину втягивают нас в Третью мировую войну. Я убежден, не тогда у них не получилось и сейчас не получится тем более. Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси-России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами. Конечно же, огромный вклад в это укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю, не было бы наших связей с регионами России в свое время, не было бы и нынешних отношений. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уж руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает этот вопрос масштабно, качественно и, самое главное, в срок. Я вас хочу заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси к нашему Питеру. Результаты сотрудничества в 2022 году впечатляют. 2,2 млрд, то, что мы учли, не каждое из государств в мире могут похвастаться таким товарооборотом, как у нас. И знаю, что в этом году, уже мы в феврале, приросли в 1,4 раза, а в экспорте белорусской продукции в 1,7 раза. Этим прежде всего обусловлено наше очень тесное и заинтересованное отношение с Петербургом. Знаю, что и у вас большой интерес к Беларуси. Будьте уверены, мы готовы отдать последнее, но реализовать то, о чем мы договорились. Мы очень благодарны вам за возможность участия белорусских предприятий в масштабной транспортной реформе вашего пассажирского парка. Поверьте, мы будем делать все, чтобы наши родные люди в Питере получили самый современный и качественный продукт из Беларуси. В прошлом году более тысячи автобусов МАЗ вышли на городские маршруты. Продолжаются поставки троллейбусов в Белкоммунмаш. Знаю, что вы хотите закупить автобусы самой большой вместимости. Это правильно, мы тоже этим путем идем. Думаю, что мы вам будем в этом плане интересны. Мы приветствуем планы Питера по использованию электробусов. В Минске наработан серьезный опыт эксплуатации этой новинки. Готовы поделиться, если у вас будет такая заинтересованность, нашим опытом. Как меня информировали, хорошо себя зарекомендовала прошлой зимой на улицах вашего города белорусская коммунальная техника. Я уже в этом плане высказывался, когда президент России Путин специально говорит, «Я хочу вам показать Питер». И повез нас по улицам неожиданно. Никто этого не ожидал. Я вообще был поражен, ну там, где я, по крайней мере, побывал, чистоте и порядка в Питере. Я думал, что Минск самый чистый город. Я приехал сюда, в Минске. У нас так предметный был разговор и с мэром, что, говорю, надо ехать в Питер учиться, как убирать. Хотя мои слова были почему-то подвергнуты критике некоторыми средствами массовой информации у вас. Меня это удивило, но я то, что видел, то и сказал. Большое количество других тем у нас для обсуждения. И Могилевый лифтмаш, я знаю, что сейчас идет, как и у нас, модернизация старого жилищного фонда. Естественно, нужны лифты. Если вам это подходит, посмотрите, пожалуйста, при всей загруженности. Мы обеспечим Питер всем необходимым. В двустороннем диалоге непременно присутствует тема продовольственной безопасности. В структуре белорусского экспорта в Питере поставки продуктов питания стабильно занимают первое место, достигая 40 и более процентов. Мы этим, Санкт-Петербург, очень дорожим. Очень дорожим. Я часто говорю президенту России, говорю, ну вот с Питером у нас получается все. С Москвой, увы, не очень. Но это и мы сами виноваты. Поэтому мы хотели бы работать в двух столицах России, но с Питером в этом плане у нас очень теплые, добрые отношения, и они видны на практике. Мы будем поставлять самую качественную продукцию. Вы знаете, что мы сохранили наши ГОСТы с советских времен, которые были. И сегодня мы получаем от этого приличный эффект. За прошлый год только по продуктам питания, продовольствию мы наторговали больше 8 миллиардов долларов. Ни одна отрасль столько не принесла нам дохода, сколько это. И это связано с качеством. В России наши продукты питания зарекомендовали себя. Но Питер для нас это по объемам, ну, наверное, мы не имеем ни в одном регионе таких объемов продаж. Я назвал только часть направлений, по которым мы сегодня можем сотрудничать. Очень важно с точки зрения краткосрочной перспективы Питер, Беларусь, самая востребованная у Русиан, экскурсионные маршруты. Нам с вами также нужно подумать об увеличении туристических обменов. Может быть, следует начать с организации максимально удобного транспортного сообщения. В дальнейшем создадим совместные туристические продукты и объединим посещение северной столицы и Беларуси. В общем, по всем направлениям, гуманитарным, промышленность, сельское хозяйство, есть над чем работать. Мы очень много сейчас работ проводим, вы знаете, по формированию логистики через ваш город. Мы строим инфраструктуру логистическую, занялись строительством портов у вас и в Мурманске, но в Бронке уже работает порт. Мы его намерены расширять, здесь вопросов у нас нет, поэтому очень серьезно будем развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом. Еще раз благодарю вас, Александр Дмитриевич, за то, что вы приехали в Беларусь. Я, поверьте, это очень ценю. Спасибо. Спасибо большое за добрые слова. Александр Дмитриевич, спасибо за то, что вы нашли время встретиться с нашей делегацией. У нас сегодня большая делегация, потому что проходят дни Санкт-Петербурга в Минске. Мы приехали не с пустыми руками, мы привезли сюда балет наш лучший, поэтому в Большом драматическом театре будут артисты нашего балета выступать. Я думаю, что порадуем и гостей, и жителей Минска. Вы совместно с президентом Российской Федерации Владимиром Путином поставили задачи, дали соответствующие поручения. Я хотел бы доложить о выполнении этих ваших поручений. Хочу сказать, что они полностью все выполнены. Я полностью хочу подтвердить ваши слова, что у нас практически нет ни одного пункта, где у нас бы не нашлось каких-то решений. Были сложности, были трудности, но тем не менее, хотел бы отметить, что наши белорусские товарищи выполнили все свои обязательства. Александр Григорьевич, знаете, вот утром встал, вышел из гостиницы, город чистый, вот и нам надо тоже новому у вас учиться. Мы у вас заимствовали, правда зима была. У вас система выстроена уже давно, мы только возвращаем систему уборки города под управление городского правительства. У вас уже это все сделано, и я хотел бы отметить. Но самое важное, наверное, Александр Григорьевич, знаете что? Я посмотрел по улицам чуть-чуть, прошелся, это люди. Вы знаете, идут люди, улыбаются. Это самый город улыбчивых людей, опрятные, чистые и улыбчивые, с улыбками идут люди. Вот это огромное спасибо. Меня это так порадовало, хотя очень много трудностей, сложностей, и республике приходится их преодолевать непросто, но люди улыбаются. Вот это хорошо. Первая примета – это улыбчивость людей. Спасибо большое. И сразу поднимается настроение. Спасибо.